у нас уже весна а у вас не успел у нас выпасть первый снег как он уже начал таять зима в германии это называется сейчас мы короче решили выехать на прогулочку с детьми поедем прошлился по магазинчикам чем-нибудь заталимся и вообще проведем немножко вместе у нас есть конкретный план куда мы поедем какой же поедем в декатлон потому что нам нужны лыжные лыжные вещи ну я не знаю точно что нам нужно нужно точно штаны тимура купить какие-то на термобелье надо какой-то взять сколько у нас есть у меня есть у меня есть вот дома есть миланы нет у меня два шлема и тимура надо еще хорошие перчатки и артема тоже и мне тоже 3 вот надо было все записать ну а сначала мы рванем голландию и я хочу зайти в солярий нет я хочу зайти в солярий мы хотим зайти в солярий получишь миланка бросали снежки ребята я хотел сказать большое спасибо тем точнее это наверное больше касается девушек которые нас смотрят кто писал по поводу прививки тимуру писали те кто реально проходили это уже кто с этим сталкивался так или иначе и вы нас немножко тогда как бы сподвигли тому что наверно все таки мы тоже это будем делать хотя мы точно не знаем надо нам или нет врач вроде бы советует но вот то что то что многие из подписчиков нам написали что они тоже это делали ну как-то склоняет все таки к позитивной точки зрения так что наверно мы будем да делать эту прививку да и нужно оценить насколько это реально хорошо и то что вы все написали как бы это дает какое-то какую-то уверенность такой может но еще однозначно на сто процентов мы не решили еще поговорим с доктором сейчас на данный момент тимур уже бронхит свой вылечил ему получше а что разберем и заказали мы взяли в страховке как это письмо называется ну при в письмо мы взяли в страховке до письмо теперь нам нужно отправить размеры своего постельного белья и заказать дело в том что у нас в городе его нельзя пойти купить но возможно и можно возможно и можно но страховка именно дал адреса с которыми они сотрудничают фирмами да потому что страховка полностью оплачивает это белье и в нашем городе белье нет этого нет нужно по почте заказывать и нам пришли белье конечно все это странное потому что она блины на самом деле нифига не дышит я так понимаю да она не пропускает там на самом деле жестко потому что тимур у нас такой парень скажем так горячий да он потеет да он легко согревается у него такая повышенная температура тела ну по жизни и как будет у него с этим не дышащим были бельем честно говоря я даже не представляю себе ну попробуем у нас страховка оплачивать попробуем что ничто не сделаешь вот как то так ну в любом случае да еще раз всем спасибо за ваш фидбэк в этом вопросе реально реально работает кстати доктор да акцентировал внимание на то что у тимура не должно быть высоких ковров но желательно вообще без но можно практически без ворса да про шторы тяжелые это очень хорошо и вовремя потому что как раз недавно обсуждали что хотим купить ковер для тимурки в комнату но теперь наверное мы повременим не будем пока брать совсем да и штор у него в комнате как раз таки пока тоже нет ни тюля ни штора просто как она называется в общем слегка прикрытое окно погода начала реально давать обратку выпал снег все растаяло слякоть а до футболисты играют футбол реально секите там вот стадион и футболиста рубится футбик гоняет мячик на самом деле это очень здорово и прикольно на свежем воздухе так заниматься спортом так что касается моей мамы какие новости с моей мамой мама моя уже подключена к интернету прошло реально полмесяца в итоге практически полмесяца до с того момента как она получила договор и подключился реальный интернет у нее но уже все улажено слава богу все порядке так что мама теперь довольна и счастлива гипс сняли да а мне показали что гипс наверное мамы сняли гипс но продлили пока больничный до 3 января 30 я поверта к доктору и там уже будет видно в общем получилось у мамы больничного уже как бы два месяца такой вот перелом вот здесь эти живет моя мама мам привет если меня видишь извини что не заезжаю нет времени такой вот у тебя вот сын вырос деловой видишь херней всякой занимается к маме не заезжает что ж мы в голландии идем немножко погреемся да погреем костя старикашка короче не пошли мы в солярий мы туда зашли а там а там пипец какая очередь и мы решили что мы не будем этого делать и поедем дальше первое дело у нас отпало блин выходные займемся дальше едем декатлон да поехали декатлон да 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 бедные дети артема сегодня нету с нами он вчера уехал к друзьям вчера знаете что артем взял вчера лопату поехал на дачу специально на автобусе взял лопату и поехал с лопатой к друзьям нет не для того чтобы их закопать они там запланировали что-то в лесу что-то в лесу там выкопать что они там дом строят бункер бункер их там не знаю не знаю про что я говорю саша можно пускай копаю это просто площадка я говорю саша они будут копать в лесу бункер ты слышишь ли тебе говорят вообще я говорю саша может запрети уже дурачиться такой ерундой заниматься саша пускай копает я конечно понимаю что это в любом случае чем сидеть в интернете целыми днями ладно я у него спрашиваю что за бункер просто площадку по короче взял лопату уехал вчера в лес пацанам но осталось там с ночевкой сегодня нам уже звонил как дела нет ну ведь половину мы выкопали надо у него узнать будет поподробнее что там за половину ну да тогда можете засыпать ну то то наш ребенок хотя бы иногда отвлекается от своего телефона и занимается чем-то другим это очень меня радует с одной стороны но я сам был таким мы пледе мы только не лазили какие дыры мы только не за не не заглядывали в детстве ну и тоже не знал даже об этом а тут прям на нервах сундук сокровище наверно да было бы неплохо с конфетами ну да мы в декатлоне зашли сейчас будем искать и вот мы вышли с декатлона ребята не спрашивайте насколько денег у нас получилось затарится блин да фига и вот таких вот три пакета но ничего не сделаешь детей нужно готовить к лыжному сезону такие отпуска встают конечно в копеечку но как иначе я даже не представляю все ли мы купили не все да наверняка не все блин ну просто хочется там и термобелье детям и на термобелье другое белье и хорошие перчатки более или менее там короче мы все покажем что мы купили сегодня покажем да да мы вам покажем а сейчас поехали в икеа такой выбор всяких вот очков и разная ценовая разный ценовой диапазон и вот стоишь думаешь стоит ли брать дорогие будут ли они лучше по качеству или нет а вообще вот и короче мы мы старались очки были и по 70 и по 120 евро мы взяли под по 25 евро вот как бы неизвестно еще как это все зайдет кто потом у нас будет кататься или не будет но это как пробная такая поездка и все равно это когда у тебя пять человек это набегает каждому нужно купить то и все ладно мы едем кучу в икеа приехали родная наша икеа честно говоря я так вымотался в этом блин декатлоне такой заряд был сначала вот сейчас в икею мы еще даже планировали елочку сегодня купить но что-то наверное уже сегодня не получится еще и во-первых в германии сегодня все закрывается рано что работает а что практически все не работает я думаю в магазине где-нибудь умеешь открыть тимур будешь влог снимать свой дальше я думал в декатлоне забыл короче я хочу сейчас покушать немножко посидеть выпить кофе и и потом мы пойдем встанье искать все эти елочные игрушки и постельное белье в принципе ничего грандиозного в реке не собирались покупать так по мелочам нас денег осталось только на мелочи да декатлон нас выжил ну что блогер взял камеру видеокамера давай пошли вот там но мы сначала кушать так что нам в другое место семья блогеров блин в икея всем берегись ложись и прячься теперь мы будем кушать ням-ням-ням наконец-то блин мы до этого дошли так у кого что фрикадельки с картошкой фрикадельки с картошкой фрикадельки у мамы с брокколи а я взял себе fish and chips я хотела рыбку но не хотела чипс ну и ладно съела бы только рыбку я кстати первый раз ем в икея fish and chips надеюсь это будет реально вкусно соус неплохой и вот что кто взял ладно взял картошку фрикадельками и тортик и я готов и тоже у меня сок и у меня фрикадельки вот еще чай для кого? для мамы для мамы у мамы фрикадельки, брокколи и картошка-пуре а у папы соус, рыбка и картошка вызывается fish and chips, Тимур, да? а не папе лимончиком с лимончиком все, пожалуйста и всем приятного аппетита спасибо спасибо и там кто там ест тоже так, после хорошего перекуса после небольшого перерыва выпитой чашки кофе мы снова на коне и вот Таня выбирает постельное обелишко нам и спрашивает меня что мне из-за этого нравится а мне нравится что мне нравится мне нравится вот это, наверное ну вот я тоже посмотрела всего, наверное, более-менее оно самое дорогое у тебя хороший вкус, Александр серьезно? на самом деле у них раньше было красивее пелье на какой-то цвет почему-то нет ну или вот бабушкин стайл ну да и ты видишь подушечки с такими краешками только я не уверена, что у нас такого размера подушки а может такого берем? берем надо, надо берем нам надо постельное насмерть вместе с наволочками да вот это вот, да? примерно а, да а того и нет, наверное а вот оно внизу только какой размер о, нет это не наш сколько у нас стоит? что? это 50 евро считаешь дорого? ну, хотелось бы скидочку не берем? не знаю ну, если надо, то надо что? ну, это не совсем то, что я хотела ну, это нельзя я понимаю это постельное делье когда оно вот с одной стороны одно а с другой стороны другое вот там такого типа я видела пойдем покажу вот смотри видишь? здесь такой рисунок а здесь вот такой в примаркте очень часто такие тебе нравится? ну, ты бери это что-то а оно дешевле? на 10 евро на 10 евро? сколько это стоило? 50 ровно? ну, ты сказала, да это 39,95 это, а? а то 49,95 видишь? ну, что разница в 10 евро? в самом деле оно и то, и то, так как не очень ну, не очень не бери ты мне пойдешь за рахом посмотришь блин, я стукнула только что палец видишь, синяк сразу появился ого приколе давай я возьму пока белое за 14 со скидкой ха-ха-ха-ха как у вас все тяжело посмотри на это белое сейчас скидка оно стоило 40 евро, а теперь пятнашку вон, такое приятное на ощупь ну, оно просто белое, видишь? рифленое за пятнашку можно взять, правильно? за пятнашку можно взять, наверное или не нужно? блин, да сделать уже что-нибудь ну, ты должен по мной вместе подумать где оно вообще? я тебе предложил взять первый вариант и забыть обо всем обо всем? обо всем? а, давай не будем вообще ничего ну, пошли не очень, да мы, кстати, до сих пор не выбрали люстру на кухню и я говорю Тане сегодня, что выбери любую я даже слова не скажу вот просто какую захочешь, такую выбери посмотрим, получится ли у нее что-то выбрать ну, что это сделало? нет, нет ничего? нет ну, что, из этого сегодня что не взяла выбрать? там, где мы были в Декатлоне там рядом был магазин, где я могла выбрать но мы туда ни за что то есть без варианта сегодня ну что ж мы остаемся как всегда без света будем ждать до следующего варианта и кей нам не подходит ну а вот и коврики как вы помните прошлый раз у нас не сложилось с коврами таня обижала за детьми которые пропали и ее вызвали по громкоговорителю ну а сегодня мы посмотрим ковры посмотреть можно ну что тебе нравится если честно у тебя вызывают караганде специально прячутся что с коврами нет нормальный нету вот это я пошла себе хотел предложить да чтобы мы взяли и понравилось я прошлый раз станет хотел предложить вот такой вот крапинку я конечно сам до конца не уверен но это было единственное что мне здесь более или менее понравилось и по моему она подходила нам по размерам если я не ошибаюсь насчет всего остального я был не уверен ну короче вы все видели что другой раз молодец ты вообще ничего не покупаешь купила 6 стаканчиков для коврик кружечек это еще не все мы там еще что-то экономная я у тебя да уж я даже не сомневался нам живая нужна корова хочешь шкуру корову повесить мне кажется кекс с ума сойдет наверное почему да она же не пахнет она обработана чем коровой я думаю что он почувствует да не пахнет она ничего не знаю мне как-то жалко я вот деревне рос я коров любил гладить выгуливал их там я тоже если бы я ее вживую видела я бы не хотела бы чтобы она лежала у меня под ногами так как я ее не видела ну не знаю я могу просто вот не знаю мне как-то не очень я считаю что это не очень хорошо Саша еще недавно ты сам предлагал сейчас строят из себя такого прям не не предлагал дети как мне бесит когда они прячутся мы сейчас будем выбирать елочные игрушки на елку мы решили в этом году не делать советскую елку где все подряд и как попало с дождиком а мы решили в этом году сделать каких-нибудь два цвета игрушек напишите в комментариях какие цвета игрушек предпочитаете вы сочетание двух цветов на елках или все-таки вы предпочитаете советский тип как раньше нету игрушек нету игрушек нету все убрали как где все рождественское вообще пойдем поищем хорошо рано если будут рождественские ушки какие цвета ты предпочитаешь ну я не знаю может возьмем красно-белую красику красику красно-белая классика короче пишите какая классика у вас а мы кажется не найдем игрушек потому что их почему-то нету да ладно они все раз купили походу люди прикинь мы короче просрали игрушки блин надо будет искать в другом месте вот немножечко осталось стрёмные на на елке вот на той смотрится прикольно мы пролетели с игрушками их нету их раскупили будем искать другие в другом магазине есть ли повесим то что или сделаем советский стайл как всегда потому что куда их потом столько складывать у нас так целая коробка